Разинка. В бою под Симбирском Степана Разина тяжело ранила в голову. Верные казаки везли атамана домой на родную Донскую землю. Между Волгой и Доном заночевали они на маленьком хуторе, бережно перенесли больного в избу. Вскоре к Разину подошел мальчик-подросток. Протянул яблоко. «Откушай, Степан Тимофеевич, Разинка!» «Что? Разинкой называется!» – объяснил мальчик. Брови Разина от удивления приподнялись. Задумался атаман. Было это в 1667 году, при первом походе Разина с казаками на Волгу. Вот и тогда он ночевал на этом же самом хуторе. Старик-хозяин поутру возле дома высаживал яблони. Засмотрелся Степан Тимофеевич. «Давай помогу!» «Доброе дело!» – ответил старик. Выкопал Разин в ямку, посадил яблоньку маленькую, еще без листочков, хиленький тоненький стебелек. «Приезжай, Степанушка, через три года. Отведаешь Разинку!» – приглашал атамана старик. «И вот прошло не три целых четыре года. Привела все же судьба!» – подумал Разин. «Хорошим делам приводит!» «А где же дедусь?» – спросил он у мальчика. «Помер дедусь! Еще по весне, в самый садовый цвет. А как помирал, все кликал тебя, Степан Тимофеевич. Все про яблоньку говорил. Беречь ее и нам, и тем, кто после родятся, наказывал». Утром Разин глянул на дерево. Стояло оно молодое, пышное, сильное. Разбросало крепкие ветви в стороны. И висели на нем яркие, крупные, в два казацких кулака душистые яблоки. «Разинка!» – произнес про себя Степан Тимофеевич. Попросил он отвезти себя на могилу дедову. Поклонился холмику низко-низко и скомандовал трогаться дальше в путь. Всю дорогу Разин говорил о садах. «Красота-то какая! По всему Дону, по всей Волге, по свету всему посадим такую прелесть. Скинем бояр, за сады возьмемся. Чтобы полыхало по весне белым огнем вокруг, чтобы к осени ветки до корня гнулись. Да что сады жизнь перестроим, перепашем, перевернем с сошняком. Травы дурные вон, колос наружу, чтобы в радость великую людям». «Чтобы счастье всему народу!» Не дожил атаман до счастливого времени. Не удалось восставшим сбросить царя и бояр. После возвращения на дом Разин был схвачен богатыми казаками. Его заковали в цепи, привезли в Москву и казнили на Красной площади. Взлетел над головой топор палача. Взлетел, опустился. Погиб Степан Тимофеевич Разин. Погиб, а память осталась. Вечная память. Вечная слава. «Радуйся малому, тогда и большое придет. Пора бы нам и свою газету иметь», – не раз говорил Петр своим приближенным. «От газеты и купцу, и боярину, и горожанину всем польза». И вот Петр как-то исчез из дворца. Не появлялся до самого вечера, и многие уже подумали, не случилось ли с царем чего дурного. А Петр был на печатном дворе вместе с печатным мастером Федором Поликарповым. Отбирал материалы к первому номеру русской газеты. Поликарпов высокий, худой, как жерт, с очками на самом конце носа. Стоит перед царем на вытяжку, словно солдат, читает. Государь с Урала, из Верхотурска сообщает, что тамошными мастерами отлито немало пушек. «Пиши», – говорит Петр, – «пусть все знают, что потеря под Нарвой есть ничто с тем, что желаючи можно сделать». «А еще, государь, сообщают», – продолжал Поликарпов, – «что в Москве отлито из колокольного чугуна четыреста пушек». «И это пиши», – говорит Петр, – «пусть знают, что Петр снимал колокола не зря». «А с Невьяновского завода от Никиты Демидова пишут», – сообщает Поликарпов, – «что заводские мужики бунт учинили, убежали в леса, и теперь боярам и купцам от них житья нет». «А сие не пиши», – говорит Петр, – «распорядись лучше послать солдат, да за такие дела мужикам всыпать». «А из Казани, государь, – пишут», – продолжает Поликарпов, – «что нашли там немало нефти и медной руды». «А сие пиши», – говорит Петр, – «пусть знают, что на Руси богатств крайне початы. Несчитаны те богатства немеряно». Сидит Петр, слушает, потом берет бумаги. На том, что печатать, ставит красный крест, ненужное откладывает в сторону. А Поликарпов докладывает все новое и новое, и о том, что индийский царь послал московскому царю слона, и что в Москве за месяц родилось 386 человек мужского и женского пола, и многое другое. «А еще», – говорит Петр, – «напиши, Федор, про школы». «Да здорово так, что все прок от этого дела видели». Через несколько дней газету напечатали, назвали ее «Ведомости». Газета получилась маленькая, шрифт мелкий, читать трудно, полей нет, бумага серая. Газета так себе. Но Петр доволен. Первая. Схватил ведомости, побежал во дворец. Кого не встретит, газету показывает. «Смотри», – говорит, – «газета своя, российская, первая». Встретил Петр и графа Головина. А Головин слыл знающим человеком. Бывал за границей, знал языки чужие. Посмотрел Головин на газету, скривил рот и говорит, «Ну и газета, государь! Вот я был в немецком городе Гамбурге. Вот там газета так газета». Радость с лица Петра, как рукой с него. Помрачнел, насупился. «Эх ты!» – проговорил. Не тем местом, граф, мыслишь. А еще Головин. А еще граф. Нашел чем удивить в немецком городе Гамбурге. Сам знаю лучшее, да чужое. Чай и у них не сразу все хорошо было. Дай срок. Радуйся малому. Тогда и большое придет. Пудра, не порох. После смерти Екатерины II русским царем стал ее сын Павел I. Император Павел принялся вводить новые порядки в армии. Не нравилось императору все русское. Любил он все иностранное. Больше всего немецкое. Вот и решил Павел на прусский, то есть немецкий манер, перестроить российскую армию. Солдат заставил носить длинные косы, на виски наклеивать войлочные букли, пудрить мукой волосы. Взглянешь на такого солдата чучело, а не солдат. Принялись солдат обучать не стрельбе из ружей и штыковому бою, а умению ходить на парадах, четко отбивать шаг, ловко поворачиваться на каблуках. Суворов возненавидел новые порядки и часто дурно о них отзывался. «Русские прусских всегда бивали. Чему же у них учиться?» Говорил фельмарш. Однажды Павел Первый пригласил Суворова на парад. Шли на парады прославленные русские полки. Глянул Суворов и не узнал своих чудо-богатырей. Нет ни удали, нет ни геройства. Идут солдаты, как заводные, только стук-стук каблуками о мостовую, только хлесть-хлесть косами по спине. А император доволен. Стоит, говорит Суворову. «Гляди, гляди, еще немного, и совсем не хуже немецких будут!» — скривился Суворов от этих слов, передернулся. «Радость, ваше величество, невелика!» — ответил. «Русские прусских всегда бивали. Чему же здесь радоваться?» Император смолчал. Только гневный взор метнул на фельмаршала. Постоял молча, а затем снова к Суворову. «Да ты смотри, смотри, косы какие!» «А букли, букли!» «Какие букли!» «Букли!» — гуркнул фельмаршал. Император не выдержал. Повернулся к Суворову, ткнул на до сих пор несмененную фельмаршалом старую русскую форму. Закричал. «Заменить немедля повелеваю!» Тут-то Суворов и произнес свою знаменитую фразу. «Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, а я не немец, ваше величество, а природный русак!» И уехал с парада. Павел разгневался и отправил упрямого старика в ссылку в село Кончанское. Эти рассказы из книги «Сто рассказов из русской истории». Автор Сергей Петрович Алексеев. И ссылка на источник. От автора. «Это книга для тех, кто любит родную историю. Чем прославился фельмаршал Суворов? Чем знаменит Кутузов? Почему и в рассказах своих, и в легендах, и в песнях народ бережно хранит имя Степана Разина? Почему и сейчас, много поколений спустя, мы вспоминаем Петра Первого? Кто такие декабристы? За что они боролись? Велика наша Родина! Много сложного и нелегкого было в ее истории, много прекрасного и великого. У нас есть, что вспоминать и чем гордиться. Перед вами рассказы о том, что было. О нашем Отечестве и народе. А дальше вы прочитайте сами, если захотите. На этом все. Всего хорошего. Читайте книги. С ними интереснее жить. Юрий Шатохин. Канал Веб-Рассказ. Новосибирск. Все ссылки, как обычно, я дам в описании под этим видео и в комментариях. До свидания.